Сделка Последний раз в мае текущего года, наперед до 17 июля включителей, мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги, наконец, начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило, никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России. Считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний, но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожалели. Сделали все, чтобы пустить ее под откос. А сегодня, как у нас в народе говорят, на голубом глазу практически всему миру говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки. Более того, чуть ли не во всех бедствиях население африканских и ряда других стран меняет Россию, которые сам Запад в свое время обобрал, столкнув кучу войн, голода и нищеты. И продолжает сейчас в рамках своей неоколониальной системы грабить эти государства. Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался, просто полностью извратил смысл этих договоренностей и сути. Напомню, изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, на снижение угроз голода и на помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки. Собственно, именно поэтому Россия приняла на себя определенные обязательства содействовать ее реализации. Однако данная сделка, в кавычках, которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и блага для беднейших государств мира, по факту была использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вовозившего и перепродававшего зерно с Украины. Ну, посмотрите, за почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили именно в богатые страны, включая прежде всего страны Евросоюза. С учетом всех факторов, о которых сегодня я сказал, продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля ее реализация была завершена. Хочу подчеркнуть, мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии. Если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все, без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке. Ну и, наконец, базовые условия России для возвращения к сделке – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при этих условиях мы незамедлительно, при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас, но и придуманы, эти условия. Но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА